Криминальные истории, громкие уголовные дела и запутанные расследования. В эфире программа Сирена и я, Ангелина Дикон. Сегодня в выпуске. Наказание спустя 15 лет. В Бобруйске задержали мужчину. Он подозревается в убийстве. Смертельная высота. В городе погиб 22-летний парень. Месть отца или стечение обстоятельств. Пожар на Крылова стал поводом для раздора в семье. Свершилось. В Бобруйске запретили жестокий зоопарк. Дело не закрыто, но подозреваемый спустя 15 лет задержан. В 2004-м в городе возбудили уголовное дело по факту исчезновения 51-летнего местного жителя. В шестом, в связи с установлением признаков криминального характера, исчезновение мужчины – еще одно убийство. Сегодня задержан подозреваемый. Им оказался сын сожительницы пропавшего. В ходе предварительного расследования установлено, вскоре после исчезновения молодой мужчина, на тот момент ему было 24 года, выехал в одну из стран Европы на постоянное место жительства. Затем какое-то время стал проживать в России. В мае этого года он переехал в Беларусь и уже в ходе допроса признался. В январе 2004 года между ним и сожителем матери произошел конфликт. Парень избил потерпевшего, отчего последний скончался на месте. Дальше – сокрытие следов. Парень расчленил тело погибшего и вывез его на автомобиле в лесной массив, где сжег, а останки закопал. Сегодня подозреваемый находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Проезд снаружи транспортного средства или фото с впечатляющим пейзажем на безымянной высоте или вблизи электросетей. В погоне за хайпом белорусы рискуют собственной жизнью. На этих кадрах в обручении решили ради забавы прокатиться в прямом смысле слова – с ветерком. Молодые люди не пострадали. Сегодня их поиском занимаются правоохранители. Подобная шалость в Минске закончилась реанимацией. На железнодорожной станции на товарный поезд взобралась компания ребят. Одного из подростков ударила током. Он госпитализирован с 60% ожогов тела. Несчастный случай произошел около 9 вечера в первом парке железнодорожной станции Минск, сортировочной на окраине столицы. Подростки перелезли через забор, чтобы поиграть. Забавы снимали на мобильнике. В какой-то момент один из них взобрался на вагон товарника. Дальше яркая вспышка – хлопок. Восьмиклассник получил мощный удар током. Его сбросило вниз. Надежда загорелась вмиг. Работники железной дороги оказались на месте первыми и сбили пламя с помощью огнетушителя. Вызвали спасателей и скорую. Как пояснили специалисты, мальчик даже не прикасался к элементам контактной сети. Его поразило электрической дугой. Чтобы получить удар током, достаточно приблизиться на полтора метра. Сейчас школьник в реанимации. 16 мая весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге. На дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали Черную Волгу с российским регистрационным номером. На тот момент было известно, именно на ней трое неизвестных похитили сотрудника ДПС. Спустя несколько часов его нашли погибшим. Следственный комитет сделал официальное заявление о случившемся. Версия о похищении неизвестными на Черной Волге не подтвердилась. Были изъяты и проанализированы записи с видеокамер, установленные по улицам Крупской и Первомайской в Могилеве. Это два маршрута, по которым можно доехать от места пропажи инспектора до места обнаружения его тела. 16 мая в период с 18 до 21 часов Черную Волгу камеры не зафиксировали. Основная версия произошедшего – суицид. В ходе осмотра места происшествия обнаружен табельный пистолет сотрудника органов внутренних дел. Два магазина, 15 патронов, его личные вещи. Кроме того, на месте происшествия обнаружено три пакета дров, жидкость для розжига, иные предметы, документы и личные вещи сотрудника. Проведенными следственными действиями и оперативно-развитными мероприятиями установлено, что около 11 часов в одной из торговых точек города Могилева сотрудник милиции приобретал указанные дрова, жидкость для розжига и лопату. Руки сотрудника действительно были закованы в наручники, однако следствие пришло к выводу, что он мог сделать это сам. Также положение рук позволяло самостоятельно произвести выстрел в голову. Никаких следов борьбы или насилия, кроме огнестрельного ранения, на теле Потаповича не обнаружено. Установлено, что в апреле нынешнего года офицер уже совершал попытку суицида. В воскресенье 19 мая в органы внутренних дел поступило сообщение о пропавшем мужчине. Известно, что накануне вечером Бобручани надыхал с наглядно знакомыми у реки. Спустя сутки его нашли в Березине. Где-то было часов в 10-11 утра. Люди гуляли по берегу, с той стороны мечты. Мы на пляже проходили приблизительное место, где утонул. Смотрели по-новому. Пришли люди и сказали, что был человек походу у вас там. Тело находилось неподалеку от теплохода «Мечта». В 300 метрах по течению от предполагаемого места отдыха. Повреждений специалисты не обнаружили. Известно, что 31-летний мужчина утром злополучного дня приехал в город из России. Там он был на заработках. 18 мая 2019 года из квартиры родственницы 31-летний мужчина ушел на городской пляж. И с того времени местонахождение его было неизвестно. 20 мая тело мужчины было обнаружено в реке Березина. Предварительная причина смерти – утопление. Что именно произошло в тот вечер, выясняет следствие. К другим трагическим новостям. 21 мая в Бобруйске парень упал с 18 этажа. В настоящее время следователи опрашивают жителей дома и выясняют обстоятельства гибели горожанина. Инцидент произошел днем в многоэтажке по улице Шинной. Тело местного жителя под окнами нашли прохожие. На момент нашего прибытия местные приводили лишь доводы произошедшего. Просто мальчик упал. Сказали подросток примерно 15-16 лет. Мне дочка сказала, говорит, мам, наверное, моего возраста. 15-16 лет. Я подумала, что... Я же не видела. А когда она вам сообщила? Когда это все случилось? Ну, она со школы где-то шла в районе Духа. Она говорит, мама, что-то там, говорит, наверное, что-то случилось. Жалко. У меня ребенок такого возраста. Конечно, жалко. В любом случае. Это же ребенок. Спустя несколько часов в следственном комитете сообщили официальную информацию случившегося. При падении с 18-го этажа собственной квартиры погиб 22-летний парень. Бобруйский межрайонный отдел следственного комитета по данному факту проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, молодой человек из благополучной семьи. С 9 апреля по 5 мая в Бобруйске проходила выставка «Мир обезьян». После ее посещения дети плакали, а взрослые приходили в ярость. Дословно. Это просто ужас. Обезьяна без глаза. У енота до крови расчесана кожа. Некоторые животные больны и ранены. С повреждениями в узких клетках и ужасных условиях. Ребенок заплакал от виденного. Минприроды подтвердила, животные содержатся в непригодных условиях. Размер клеток не соответствует нормам. Начался административный процесс. Спустя несколько недель Минприроды удалось привлечь организаторов к административной ответственности по статье 1532 Коап Республики Беларусь. Нарушение требований и законодательства об охране и использовании животного мира. Министерство попросило местные органы власти не предоставлять выставки «Мир обезьян» права на проведение. Теперь за нарушение закона предпринимателю придется заплатить штраф 1275 белорусских рублей. Товар без документов и соответствующие маркировки в Бобруйске во время проведения специальных мероприятий в торговых объектах могилевские таможенники установили факты хранения и реализации одежды из России. Всего выявили 330 единиц одежды из натуральной кожи и меха. Ориентировочная стоимость незаконно реализуемых изделий – 88 тысяч рублей. По фактам нарушения законодательства сотрудники могилевской таможни начали административные процессы. За нарушение правил торговли и оказания услуг населению предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости товара без конфискации. Отметим, что с 20 марта 2016 года в Беларуси внедрена технология обязательной маркировки одежды из меха контрольными знаками с RFID-метками. Также установлен запрет на приобретение, транспортировку, хранение, использование и реализацию товаров без должной отметки. Очередная хитрость. Правоохранители Бобруйска рассекретили уклониста. Предприниматель почти год не уплачивал налоги в нужном объеме. О какой сумме идет речь и что грозит частнику в нашем материале. С 2014 по 2015 год 42-летний директор предприятия приобретал комплектующие для обслуживания и ремонта медицинского оборудования на рынках Российской Федерации за наличные. Дальше составлял подложные документы на их приобретение. Якобы все легально, но куплено, как позже выяснилось, у лжепредпринимательских структур Минска по завышенным ценам. В результате указанной деятельности, то бишь по указанной схеме, он уклонился от уплаты сумм налогов в размере 39 тысяч рублей, что является крупным размером. По результатам проверки в отношении директора было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В ходе расследования подозреваемый вину полностью признал и добросовестно возместил в бюджет всю сумму неуплаченных налогов. Со слов правоохранителей, мужчина ранее уже привлекался за подобные правонарушения, но почему-то не сделал должных выводов. Сегодня, согласно статье, ему грозит до трех лет за решеткой. 27 за неделю на дорогах Бобруйска количество ДТП растет в геометрической прогрессии. Всему вину несоблюдение дистанции и появление мототранспорта. Только за одни сутки госавтоинспекторы шесть раз выезжали на разбирательство. Сталкивались спецтехника, легковушки, мопеды и кроссоверы. К несчастью, не обошлось без пострадавших. Необычное ДТП в понедельник около двух часов дня произошло на Урицкого. В стоящий киос Оренто въехал водитель мопеда «Спарк». Известно, что он был в шлеме, но сильно ударился головой о машину. С множественными травмами мужчину госпитализировали. Шокированный водитель того самого корейского автора сказал свою версию случившегося. «Я в магазин зашел. На брелок пошел сигнал, что удар по машине. Голову разбил, травмы есть, ухо, бровь растек. Здесь же костная, она всегда рассекается, даже при ударе небольшом». Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Октябрьской и Пролетарской. Спецтехника въехала «Фольксваген». За рулем последнего сидел Андрей Дудаль. Водитель с двухлетним стажем признался – это первая авария в его жизни. К счастью, ни Андрей, его пассажир не пострадали. Еще одна авария с участием мотоцикла на площади произошла в субботу около 11 часов. Водитель «Фольксвагена» двигался по Максима Горького, а когда сворачивал влево на «Советскую», не уступил дорогу «Ямахе». Столкновение было неизбежно. «Мотоцикл отбросило, и он влетел под колеса движущегося маршрутного транспортного средства. В результате ДТП водителю мотоцикла были причинены телесные повреждения. В госпитализации он не ожидался. По факту ДТП проводится проверка». Всего за неделю в ДТП пострадали 4 человека. На дорогах района по-прежнему механика по причине активности диких животных. Госавтоинспекторы напоминают, предупреждающие знаки – повод снизить скорость и повысить бдительность. О том, чем закончилось ДТП с участием косули и чем чреваты подобные столкновения – далее. Наезд на косулю произошел на трассе Кричев-Бобруйской-Воцевичи. По уже привычному сценарию, в темное время суток водитель не смог вовремя заметить животное. Последнее в результате столкновения погибло. Автомобиль получил лишь механические повреждения. Люди не пострадали. Однако исход подобных ДТП, со слов сотрудников, может быть гораздо худшим. «На моей практике был случай, когда очень сильное повреждение попало как раз по центру легкового автомобиля, разбил лобовое стекло ветровое в автомобиле, и водители и пассажиры были причинены травмы». Два пожара в городе и районе – это все, что произошло по линии МЧС за неделю. К счастью, обошлось без жертв, но в ЧП на Крылова вместе с имуществом пострадали и родственные связи между дочерью и отцом. В мае этого года Жанна Кудинова развелась с мужем. После с ее слов начались угрозы в ее сторону и в сторону дочери. «Он меня убьет, и квартира моей дочери не достанется». «То есть все вот так вот на ножах у вас?» «Да, да. Он просто не хотел, чтобы что-то нам досталось». «Ну, он здесь прописан?» «Да. Он главный квартиросъемщик. Ну, вообще, мы ее покупали при совместном браке, мы ее меняли». Несколько дней назад в квартире, где жила дочь и отец, произошел пожар. Никого из хозяев дома не было. Девушка призналась, все утро слушала музыку, но перед уходом электроприборы выключила. Потом, со слов соседей, в квартиру зашел отец. Что было дальше – лишь догадки. «Мой отец, он славопотребляет спиртными напитками и пришел сюда, домой». «А он здесь живет?» «Ну, да, он здесь живет, но у него защитное предписание. Ему здесь нельзя находиться, вот. И он периодически сюда заходил и иногда злился, что я его сюда не пускала. По словам соседа, он сказал, что через минут 10, как он сюда пришел, он потом вышел, и через пару минут началось возгорание. Поэтому есть подозрение на то, что это мой отец так сделал». О пожаре на пульт спасателей тревожный звонок поступил от соседей. Огнеборцам удалось проникнуть в помещение лишь через окно. Они в считанные минуты ликвидировали возгорание. Очаг был в месте, где находился компьютер. «В результате данного пожара огнем повреждено имущество внутри квартиры, а также закопчены стены и потолки». В качестве основной версии случившегося у специалистов нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования. Жильцы думают иначе. По делу о пожаре на Крылова ведется проверка. Исключать что-либо пока сложно. Ведь факты говорят, подобными методами порой вымещаются обиды и личная неприязнь. Так под Полоцком мужчина из ревности сжег дом. Погорельцами стали его супруга и трое детей. Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, присылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok